Школа 1262 представляет вашему вниманию литературно-музыкальную композицию «Наше царство» по воспоминаниям двух сестер Марина и Анастасии Цветаевых. Как рождается поэт? Или поэтам рождаются? Благодаря воспоминаниям Аси и Руси Цветаевых мы можем оказаться в мире их детства и увидеть, как захлестнула свободная поэзия, свободная стихия. И понесла по волном поэзии маленькую девочку, ставшую большим поэтом. 9 октября самобытному русскому поэту творение Цветаевой исполнилось бы в 122. В той удивительной стране, где я увидел свет, Как многим исполнялось мне и пять, и десять лет. В стране фантазий, и проказ, и озорных затей Когда-то каждый был из нас одним из тех детей. Дешево детство далеко осталось без озу. Хочу назад! Сказать мне Богу, попробуй, но попади, не должно быть вы, как и я, Любите только свое детство. То, что было тогда. А тогда было две стихии, которые навсегда захватили маленькую Марину. Музыка, природа русского раздолья и литература. Имя было наполнено бытие Дома Цветаева, который стоял в трехпрудном переулке. Высыхали небесы, капли звезд, вверх в дуги. Это было доме старого, доме чудовища. Чудовый дом наш, дивный дом в трехпрудном. Родившийся теперь в стихии. Раз и навсегда в семье было определено, что важно лишь духовное. Искусство, природа, честь и честность. Родители оказали огромное влияние на духовное развитие дочерей. Каждый по-своему. Мама и папа совершенно не похожи. У каждого своя рода в сердце. У мамы музыка и поэзия. У папа, в доме. Все, что могло душевно, духовно и виртуально развитие на праве детей, было им предоставлено. Разные языки, гувернантки, театры, музыки, петрушки. Мать и сама давала детям много внимания и времени. Мать взяла нас музыкой. Из этой музыки, обернувшись и лирикой, мы их уже никогда не выгодны. Можно сказать, что я родилась в ней. Из этой музыки, наверное. И... В старом вальсе, в штраузе, в петли, мы услышали два тихих зона. С той поры нам чувства все живы и отрадим бег любой часов. Все бледнее лазурное остров детства. Мы одни на палубе стоим. Видно, грусть оставила в наследство. У нее мама, девочкам своим. У себя в детской, мы засыпали в мангелье грудь. И нас лишился с ней, с которым он писал. Их отрастяши, в полной музыкальной страсти. Все классе, но не хорошо. И давали, как ухо. Когда родилась, он сказал. В правильной вере будет музыканши. Когда же первым словом оказалась гамма, мы только подтвердили. Я так и знала. Утром опасно навсегда. В лучшие годы отравляют гаммы. Ждет опасный путь, бой и бриллианты. Скучные диктанты не дают заходить. Музыка, на меня! Детство катило стремительно. И оставило посмеется на ней счастье. Родной дом, где знаешь каждый закоулочек. И изучать скрип каждой двери, и любой ступеньки. Жаротрест печей и праздники. Особенно Рождество с ожиданием подарка, с елкой, которую на сроку прячут от детей. Рождество! 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 В таком ежедневной прогулке на Дверском и парк Памятника Кукушки Найдли за пляжей куды Марина предпочитает Дверской, потому что, еще не зная поэта, она уже любит Памятник Кукушки. Иногда в знакомой прогулке с мамой в магазине «Мам, милая, не мышь, не поедем и нет!» «Я душа, мне семь лет, я упряма, это лучше!» «Удивительно, упрям! Скажут нет, а будет да!» «Не поддамся никогда, это ясно знает мама!» «Поиграем, возьми за дело, домик строй!» «А где картон?» «Что за дом?» «Совсем не дом, просто жить не надоело, надоело жить на свете!» «Все большие палачи!» «Давит Копперфильм!» «Молчи!» «Дай мне шубу!» «Что за дети?» «Прямо в рот летят снежинки, огонечки футарей!» «Ну, извозчик, поскорее!» «Вот, мамочка, картинки!» «Сколько книг!» «Какая давка!» «Сколько книг!» «Я все прочту!» «В сердце радость, а во рту вкус соленого пива!» «Поднявшись к нам в детскую или взяв нас с собой вниз, мать проводила с нами часы за чтением книг или рассказами». «Эти часы близости с матерью, отрежь из маховой шубы, они называли жарелином снова «курлык» и помнили всю жизнь!» «Детство!» «Молчание дома большого!» «Страшный колдунья, оскаленный клыг!» «Детство!» «Одно непонятное слово, милое слово «курлык!» «Вдруг без причин в парадной столовой чопорной гостей покажешь язык и задрожишь, заплачешь поцелу!» «Глупое слово, курлык!» «Мать читала и книги с его детства. Евгений Дур, графиня Тесегю, Чехова, Оксакова, Лескова, Короленко, Марка Твена и сказки. Перо, братьев Гримм, Шекспира. Мать рано познакомила их с Лермонтовым, Пушкиным, Данте, Шекспиром. Но ранее всего была Германия. Немецкие романтики, с их достойством, сочетание веков и рыцарство, героическую историю. Этикетки...» «А в пять лет Муся наткнулась в шкафу на взрослую книгу «Сочинение Пушкина». Она понимала, что мать не разрешит ей читать.» «Тонского Пушкина я читаю в шкафу, носом в книгу, почти в темноте. Немного даже утрушенная его веса, наращившаяся прятая форма. И ослеплён и застенял путь. Ещё одно. Одно лапсание. Пора. Мой мучший рюкнив и золото». «А Пушкин...» Я читаю прямо в грудь и прямо в грудь. «Пушкин оказался первым по этому цветанию, когда нам кто знал по памятнику на Тверском бульваре, по картине дуэль, посевшей на Тверской спальне и по материнским рассказам. Первым, кого она прочла сама. Он навсегда остался для неё первым поэтом». «Из рая детского житья» 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 «Грая детского житья» «Серкни creating себя» «Серкния» Так лето, у деревенской Таруса, типичный русский пейтаж. Бежит тропинка с пугарка, да лопатитскими ногами, Все так же сонными лугами лениво движется окан. Кулакова звонят стены, спешат удары с лутами, И все поют о добром, старом, о детском времени они. О дни, где утро было, рай, и полдень рай, и все закаты, Где были шпагами лопатые, и в замок царственных царей. Куда ушли? В какую дальнюю были? Что между нами пролегло? Все так же сонно-тяжело качается на клубах маленьких. Поднявшись к нам в детку, ясные дни, светлые вечера, Детство, в неторопливое идущее время. Как хорошо это было! Каким маленьким земным райам предстает это мне теперь! Владение в нашем царственно богатое, Их красоты не рассказали стиху. Них ручейки, деревья, поля, скаты, И вишни прошлогодние мамку. Моби, феи, добрые соседки, Владение наше дилет темный лес. Лежим в тропе и смотрим, как сквозь ветки Белеет облачком высиний вес. Вот и феи! Большие странные! Двух тихих девочек лишь видят нас. Что ясного? Для них совсем туманно, Как и на все. На все и в тушем глаз. Нам хорошо, пока еще в постели все взрослые, И воздух лень не свежий. Бежим к себе в деревянном качеле, Беги, танцуй, сражайся, балки режь. День прошел, Снова феи, Дети, которых ждут, И шаг которых тихо. Ах, этот мир, И счастье жить на свете, Еще не взрослый передаст ревести. Детский лист вы сказали С счастьем между Москвой и Тарусом, Но мир был все безоблачно прост, Не были простыми отношениями между судьбами. Мы быстрые наготове, Мы острые. В каждом жесте, В каждом взгляде, В каждом слове Две сестры. Своенравна наша ласка И тонка. Мы из старого Дамаска Два клинка. Прочь к умной, Пряме хлеба и валы. Мы натянутые в небо Без стрелы. Мы весенняя одежда До полей. Мы последняя надежда Королей. Мы на дне зарины чаши. Посмотри. Так, Твоя зари наша, Две зари. И, прильнув устами к чаше, Пей до дна. И на дне Увидишь наши имена. Главным поводом для ссор Между сестрами Остановилось желание Единоличного обладания Чем-либо. И обязательно вещественным Делилось все. Игрушки, Картинки, Облака неба, Книги И их герои. Мусик, Какой вечер? Не под водой лиловая, А отбезет на струи серебра. Посмотри, Пока в золотых берегах Не это закатное небо, Афракинт. Зелено-Алум Быстро газ начнет Новый год. Нельзя дороготь зиму. Знаешь, Ась, Макрай реки этот. Так какой же попой? Да этот с месяцем. А мой тот, Золотой, Забар. А мой лучше. Нет, мой лучше. Мой. Почему же это так? Ась, сейчас мой лучше, Потому что он прозрачный И беспокойный. Нет, мой лучше. Мой, мой. Мой, мой, мой. Мой, 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 мой. Здесь мир ваш. Детские фантазии оказались Первыми политическими Созданиями свидания. Так маленький Моросис Рождался в поле. Не рождался, А пробуждался. Провевался Спасительские заботы, И жалости Сквозь игры И занятия музыкой. Золотые бревна Семьи цвета И закончились В 1906 году, Когда мать Марина Умерла Совсем молодой. Последние слова В той удивительной стране, Где я увидел свет, Как многим исполнялось мне И пять, И десять лет. В стране фантазий И проказ, И основных затей, Когда товарищи Был из нас Один из тех детей. АПЛОДИСМЕНТЫ И АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ